Хорошо, я постараюсь уложиться. Как уже представленный зовут Челыша Фёдора, я являюсь гражданином России. Я подал документы на данный момент на временное жительство в Грузии. Вот, их нужно только забрать. Я в Грузии нахожусь уже два с половиной года, и рог моей деятельности уже последние 10 лет и два с половиной года в Грузии это полеты на параплане, спортивные полеты, тандемные полеты, вы все про это знаете. Сейчас я написал заявление о том, чтобы меня выпустили из больницы, под мою собственную ответственность, потому что у меня черепно-мозговая травма. Моя мама профессор неврологии в России, и, собственно, я попадаю сейчас под ее контроль. Мне не требуется сейчас никаких операций, чувствую я себя нормально. У меня есть небольшие черепно-мозговые травмы и ушибы по спине. Так как я лежал на земле, у меня пеналь, есть ушибы по спине, травмирована шея. Я готов ответить на все ваши вопросы, на самые каверзные, какие угодно. Я хочу просто, чтобы все наши слушатели и зрители понимали, что данная пресс-конференция полностью открыта для всех, и я к ней никак специально не готовился, и я отвечать буду на все вопросы искренне, как, собственно, эта ситуация развивалась, как она есть и как я ее вижу. Кроме того, я призываю всех журналистов заходить периодически на страницы в моих соцсетях, потому что когда у меня какая-то возникает мысль, я его текстом увиден, там печатаю, и у вас, может быть, не будет никаких вопросов, вы можете ссылаться на мою страницу в Фейсбуке, или в Инстаграме, или ВКонтакте, или на Ютубе опять же. Я готов отвечать на ваши вопросы. Расскажите, пожалуйста, как все это произошло? Вам краткую историю? Да, краткую историю. Краткую историю вы видели на видео в полном варианте. Что стало причиной вашего вот этой границы? Причины значительно более глубокие. Их причины заложены были год назад, когда часть местных ребят из деревни приняла решение подмять под себя все туристические доходные бизнесы, в том числе парапланерные. То есть они занимаются квадроциклами, они занимаются лошадями, они занимаются зимой снегоходами, лыжами, сноубордами, и теперь с недавнего времени, буквально меньше, чем 2 года, они занимаются парапланами. Сначала нам было предложено, что мы работаем на них и платим им просто за то, что мы летаем на этой территории. Потом в течение года требования изменялись и дошли до того, что мы вообще должны, в принципе, уехать, покинуть территорию. На протяжении этого года были конфликты. В прошлом году тоже были драки. избили пастушка из Кахетии, мальчик-азербайджанец, ребенок еще фактически. Он за символические деньги предлагал кому-то прокатиться на своей лошади и был избит, была драка с камнями и палками, с поножовщиной. Местная гудаурская полиция про это знает, что это было. То есть это лошади. С парапланами оно тоже началось в прошлом году, как я и сказал. Был конфликт в зимнее время. Все знают, это никакая не тайна, что было собрание местных жителей по поводу того, как выгнать приезжих инструкторов из Украины и из России. Было избито несколько человек. Один из них подавал заявление. Сломали нос одному из лыжных инструкторов. Парапланеристам запретили летать со стартовой площадки, которую они официально арендовали у Грузинской парапланерной федерации. То есть конфликт развивался в течение года. И сейчас эти люди приняли жесткое решение насильственным образом, любыми способами, ложью доказывать свое право в единичном порядке заниматься туристами на этой территории. К чему это может привести? Вообще подъем как такого организованного криминального сообщества, которое под себя все подминает на данной территории, я думаю, что все здравомыслящие люди Грузии должны понимать, что Гудаурия это международный курорт, где в ближайшее время, в течение 4 лет, планируется проведение международных соревнований по фристайлу. Это трасса А161, это артерия, которая связывает Грузию и Россию, Украину, Казахстан, и туристический поток оттуда. То есть фактически это ворота страны. И если на этом участке территории будут подобные конфликты и криминальные структуры, это пойдет явно во вред всему туристическому бизнесу и туристическому потоку во всей Грузии. То, что делаю я, я летаю на параплане, обучаю полетам на параплане, и все это знают, и вы можете зайти, опять же, в соцсети и почитать про меня и про то, что я делаю. Я это делаю искренне, с любовью, я люблю то, что я делаю, и делаю это хорошо. Я уважительно отношусь к грузинскому народу, к стране, к этой, я искренне люблю эти горы, я летаю здесь на параплане и наслаждаюсь этими полетами. Я не только летаю в тандеме, я летаю в соло, и вы можете посмотреть и убедиться во всех этих словах, потому что все свои полеты и приключения я публикую в интернете, в соцсетях. Зайдите, пожалуйста, как подтверждение моих слов, посмотреть. Вы сказали, что началось в прошлом году, были ли об этом информированы ли полиция в департаменте туризма и какова была их позиция и реакция? Значит, полиция по этому поводу была информирована постоянно, по... Субтитры создавал DimaTorzok